Всем привет! На днях администраторы паблика Я вышиваю выложили открытое письмо к дизайнерам фирмы Алиса. В этом письме они выразили свое и общее вышивальческое недовольство дробным бэкстичем, который очень часто присутствует в сюжетах фирмы Алиса. Недовольство связано с тем, что дизайнеры фирмы Алиса используют дробный бэкстич необоснованно, нелогично. Там, где его можно заменить на счетный бэкстич. Чтобы вы понимали, счетный бэкстич это тот, который идет из одного угла клетки в другой угол клетки, а дробный бэкстич это тот бэкстич, который идет либо из центра квадрата, либо из середины сторон квадрата. Вышивать дробный бэкстич действительно сложно, особенно на Аиде. Если на равномерке у нас имеются дополнительные отверстия, куда мы можем просунуть иголку и вести бэкстич откуда угодно и куда угодно практически, то на Аиде у нас таких отверстий нет. И соответственно для того, чтобы вышить дробный бэкстич, нам приходится протыкать не только ткань, но иногда и сам крестик. А если это 16 Аида, то еще тяжелее, потому что там крестики лежат довольно плотно и для того, чтобы вам проткнуть и крестик и канву одновременно, нужно приложить достаточно большое количество усилий. Это может привести к травмам, как ни странно, да, вышивание опасное занятие, между прочим. Конечно же есть люди, которые за дробный бэкстич, конечно же есть люди, которым нравится его вышивать, но таких людей меньшинство. Большая часть вышивальщиц все-таки не любит дробный бэкстич и вполне обоснованно. Об этом я только что сказала. Почему вообще меня заинтересовал этот пост, если тема дробного бэкстича всплывает в вышивальном мире периодически? За все эти годы, что я занимаюсь вышивкой, я наблюдала все эти взлеты, падения, негодования дробным бэкстичем. Раньше негодование по поводу дробного бэкстича не имело такой большой резонанс, потому что все эти обсуждения, они шли параллельно в маленьких группах, небольшими кучками людей, которым это не нравилось. Например, сообщество какое-то выдуманное, вышивальщицы Новосибирска, и вот они там между собой обсуждают и делятся своими эмоциями от того, как им не нравится вышивать дробный бэкстич. То же самое вышивальщицы Москвы, например, объединились, и у них также всплыло однажды такое обсуждение, которое касалось дробного бэкстича. Но это все было так разрозненно и не относилось к кому-то конкретно. Естественно, какие-то имена поднимались, что вот у него плохой бэкстич, у него плохой бэкстич, у него плохой бэкстич. Когда ты кидаешь предъяву всем, если можно так сказать, возникает вопрос, может быть эта вышивальщица просто всеми недовольна, раз ей и тот не нравится, и тот не нравится, и тот не нравится. Но когда все вышивальщицы собираются вместе и говорят об одной проблеме, направленной на одного конкретного производителя, вот здесь уже совсем другой разговор. Все вокруг начнут прислушиваться и тоже менять свое отношение, свою позицию по поводу дробного бэкстича, чтобы на него потом эти претензии не выкатили точно так же. С тех пор, как я стала заниматься вышивкой, мне кажется, производителей наборов стало в два раза больше, чем было раньше. И то же самое со свободными дизайнерами. Их вообще теперь просто несчетное количество, я даже имена уже не могу запомнить. Новинок, которые выдают свободные дизайнеры, огромное количество. Новинок, которые выдают производители наборов, огромное количество. Каждую формулу рукоделия мы наблюдаем, это огромное количество. Я знаю, что я уже три раза это повторила, но действительно их очень много. Новинок очень много, наборов очень много, сюжетов очень много. На мой взгляд, сейчас в вышивальном мире прослеживается тенденция на уменьшение своих запасов. Это говорит о том, что вышивальщицы уже не хотят грести себе все подряд. Они выборочно будут покупать только то, что им действительно нравится, только то, что им действительно хочется. И даже если им нравится сюжет, они не станут его покупать, если там плохая основа, если там плохие нитки, если там плохая схема. И если вышивальщицы говорят, что у них болит надробный бэкстич, они просто перестанут покупать. Они имеют на это полное право, им никто не запрещает перестать покупать. Я думаю, что вышивальщицы в силах повлиять на рынок и в силах изменить все застоявшиеся стандарты, которые сейчас есть в вышивальном мире. И это очень круто. Моя первая вышивка, которую я взяла в руки в осознанном возрасте, был набор фирмы Алиса Кмою. Я не закончила вышивку этого набора и не дошла до бэкстича, но я хорошо помню, как мне понравилось вышивать их набор, потому что там все цветовые участки были очень логичны. Это сейчас я понимаю, что цветовые участки там были очень логичны, символы хорошо различимы. И во многом схемы Алисы очень хорошие. Поэтому мне немного жаль, что вся эта волна вылилась именно на фирму Алиса. На ее месте мог оказаться любой другой производитель, по любому другому поводу. Просто так сошлись звезды, все началось именно с Алисы и все попало именно на нее. У кого-то конкретно подгорело и в итоге это вылилось вот в такую большую волну. Я наблюдаю за этой ситуацией и делаю выводы. Точно так же, как сделает выводы фирма Алиса. Я уверена в этом, что они это видят, что они это все читают и они примут это к свете и намотают себе на ус, как минимум. В итоге это все приведет к тому, что количество будет перерастать в качество. Это очень круто, потому что качественные схемы, качественные наборы улучшают нам жизнь, как вышивальщицам. Нам проще с ними работать, нам быстрее их вышивать, а значит мы получаем больше результата и больше удовольствия, что самое главное. На этом у меня все. Пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Я с удовольствием почитаю. До встречи в новых видео. Они обязательно будут. Пока.